Да, сейчас начнется. Давай-давай, молодец. Ммм, да-да, вот так. Эй, погоди, ты куда? Стоять! Я сказал, стоп лось! Привет, это Вадим Субботин и мое шоу Стоп Лось на Гениум ТВ. Сегодня в программе Прохоров выпустит ее мобиль. Восстановление мировой экономики может замедлиться. Так считают ОСР. Объем российского госдолга может вырасти до 18% ВВП к 2013 году. Котировки нефти корректируются на фоне роста курса доллара. Полиметалл продает свои акции по одному рублю. Это и многое другое в моем сегодняшнем шоу. Политэкономика. Йоу, йоу, мазафака. Вы думаете, я наслушался Тимати и решил стать черным хип-хопером? А вот и нет. Йоу, это наше будущее надежда отечественного автопрома. Йоу, это новый народный автомобиль от Михаила Прохорова. И не просто автомобиль, а с 60-ти сильным гибридным двиглом. Презентация этого чуда российской инженерной мысли прошла вчера в Москве. Но инновации заложены не только в самом авто, но и в его производстве. На презентации Прохоров сказал, что вместо 6 тысяч деталей, как в обычном автомобиле, эта машина будет состоять из 400 комбинируемых между собой блоков. Такая схема позволит объединить под одной крышей производство, сервисную станцию и магазин. Вот она, модернизация в действии. Вот они, российские высокие технологии. Вот он, новый красивый повод для распилки бюджетного бабоса. Браво! Браво, Михаил Дмитриевич! Айда Прохоров! Айда... Только вот почему Йоу? Почему не Йоу? Мне Йоу больше нравится. Тоже исконно русская буква. Может, Йоу, чтобы было созвучно с самым производительным корнем русского мата? Естественно, я посмотрел картинки этого русского авточуда. Машинки на вид неплохие. Хотя дизайн, похоже, содран с некоторых зарубежных аналогов. Только вот почему номера на ней 0,7 региона? Это ж Кабардино-Балкарская республика. Может, машины эксклюзивно для кабардинцев выпускаются? Такая горская Toyota Prius с дагестанским тюнингом. В общем, впечатление неоднозначное. Я задачен. А пока в России полным ходом идет восстановление мировой экономики. Хотя его темпы замедлились по сравнению с началом 2010 года. Такое мнение приводится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Основной причиной этого, по мнению ОСР, стало повсевместное снижение государственной финансовой поддержки. Но насчет повсевместного я бы, конечно, поспорил. Почитаем доклад. Итак, по прогнозу Организации, рост общемирового ВВП составит 2,5-3% по итогам текущего года и замедлится до 2-2,5% в 2011 году. Экономическая конъюнктура отлична от страны к стране. По мнению ОСР, в 2012 году темпы восстановления будут отчетливо заметны в США. Но окажутся гораздо более скромными в Японии. Одной из главных проблем, стоящих перед правительствами, является увеличение госдолга. Чтобы сбалансировать его соотношение к ВВП, даже на уровне 6-9%, большинству государств ОСР придется предпринять беспрецедентные меры по оздоровлению экономики. Недостаточный рост на пространстве Евросоюза и в США не позволит нормализовать ситуацию раньше первого квартала 2012 года. А в случае плохих инфляционных показателей еще позже. Так говорится в докладе. В целом, негативный прогноз для рынка. Но есть и некий элемент позитива. Например, по мнению ОСР, повышение учетных ставок центробанков до докризисных уровней произойдет не скоро. То есть, доходность облигаций и депозитов в развитых странах возможно сохранится на текущих низких уровнях. Так что, если, конечно, верить докладу, вкладывать деньги в акции будет выгоднее даже в случае стагнации мировой экономики. Заметьте, я сказал стагнации, а не кризиса. Если начнется очередной виток финансового кризиса, тогда, естественно, о покупке акций не может быть и речи. Боже упаси! Боже упаси! А то я ведь могу и накликать! Вернемся к докладу. Организация экономического сотрудничества и развития отмечает, что совокупные экономические показатели России, США, Германии и Японии продолжают улучшаться. Тем временем, темпы экономического роста во Франции, Великобритании, Италии и Индии и Канаде несколько замедлились. По поводу экономик Китая и Бразилии, ОСР предполагает, что промышленное производство в этих странах может в долгосрочной перспективе упасть ниже среднего уровня. То есть у нас вроде бы все хорошо. И пока можно не беспокоиться. Хотя если производство в Китае действительно упадет, наше сырье начнет дешеветь. И надеяться придется на чудо. То есть на чудо машину Михаила Прохорова. Йооо! Макростат. Теперь поговорим о макроэкономике и валютах. Объем российского государственного долга в 2010 году не должен превысить 11,3 ВВП. А в 2011-2013 годах соответственно 13,6%, 16% и 18% ВВП. Такие данные приводят Министерство финансов в докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы. Достижение этих параметров – цель нашего Минфина. Для ее выполнения Минфин должен обеспечить поддержание суверенного кредитного рейтинга и рейтингов долговых обязательств России на инвестиционном уровне, а также повышение позиций России по классификации, используемой ОСР по экспортным кредитам, выданным с целью господдержки. В общем, для Минфина эта цель непростая, но хорошая. Нет, конечно, в 2008 году до кризиса госдолг составлял всего 4,3% ВВП. Но в текущей ситуации на такое снижение рассчитывать не приходится. Вообще, бытует мнение, что низкий госдолг не самое главное. Вон у США. И в Великобритании госдолг доходит до 85% ВВП. Но в отличие от нас, они могут это себе позволить, так как занимают только в своей собственной валюте. Что касается наших, так сказать, собратьев по уровню развития, то есть таких стран, как Бразилия, Мексика, Турция, они поддерживают соотношение государственного долга к ВВП порядка 30%. В общем, нам еще рано задумываться об ограничении внешнего долга. Можно смело занимать, особенно в долларах, а потом продать все доллары из резервного фонда, купить на все бабло золото, продать его, а потом... Что-то меня занесло. Так, секундочку, надо сосредоточиться. А теперь поговорим о валютах, уже серьезно. Курс евро продолжил снижаться как к американскому доллару, так и к российскому рублю. Вчера этому способствовал увеличившийся спрос на доллары. А чикагская сырьевая биржа увеличила залоговые требования для фьючерсов на серебро с 5000 до 6500 долларов за контракт. Это реакция на слова Роберта Зелика. О том, что на биржевой рынок могут выплеснуться спекулятивные горячие деньги. В результате доллар укрепился не только к евро, но и к японской иене. Кстати, напомню, что всего за три дня евро обвалился на 3,5% к доллару и примерно на процент к российскому рублю. Надолго ли это? Возможно, и нет. Я не исключаю небольшой восходящей коррекции по евро. Вообще, ситуация на валютном рынке сейчас сложно предсказуемая. США без застенчиво печатает доллары для увеличения ликвидности своей экономики. В результате курс бакса падает. В мире все недовольны. Естественно, кроме самих американцев. Сразу несколько видных экономистов с возмущением прокомментировали сложившуюся ситуацию. Про призыв Зелика к реанимации золотого стандарта я уже говорил вчера. Кроме Зелика высказался главный экономист МВФ Оливье Бланшар. Он сказал, что решение властей США существенно увеличить находящуюся в обращении денежную массу грозит странам с переходной и развивающейся экономикой притоком спекулятивных капиталов, которые могут быть чрезмерным и слишком быстрым. Однако, вместе с тем, Бланшар считает, что принятое ФРС решение об увеличении необеспеченной денежной массы это, цитата, смелый шаг, который будет иметь позитивные последствия. Если он подхлестнет инфляцию, то это не конец света, поскольку США находятся в стадии очень низкой инфляции и есть опасность дефляции. Как говорится, кто бы сомневался? Ну, мне-то давно все понятно. Естественно, США плевать, что там будет с развивающимися экономиками. Своя шкура дороже. Они хотят первыми выбраться из ямы, карабкаясь по чужим плечам. Это ведь нормальный животный инстинкт. Для страны, которая претендует на роль образца демократии, главного источника либеральных идей. Чтобы проповедовать смирение голодным, брюхо проповедника должно быть сыто. А сейчас ситуация такова, что даже весьма умеренный рост инфляции в США может вызвать неконтролируемое падение курса доллара. Так что советую внимательно следить за американской экономической статистикой. Чтобы закрыть тему, приведу мнение нашего Минфина, которое мне кажется вполне адекватным. Итак, как заявил замминистра финансов Российской Федерации Дмитрий Панкин, решая свои собственные проблемы за счет увеличения денежной массы, США способствуют возникновению новых. По словам господина Панкина, действия американской ФРС могут привести к образованию финансовых пузырей. А также внести дисбаланс в курсы валют. Теперь, собственно, посмотрим на сами курсы глазами теханализа. Итак, целевые уровни по парам евро-доллар и доллар-иена, о которых я упоминал вчера, по-прежнему в силе. И пока к ним идет движение, я продолжаю обыгрывать индекс доллара, продавая его при каждом удобном случае. Вчера это была коррекция от 77.30, сегодня 77.90. Ну вот с валютами вроде разобрались. Наше все. Теперь поговорим о нефти и газе. Это моя любимая тема. Ну, сегодня радоваться особо нечему. После хорошего роста последних недель, вчера цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI в Нью-Йорке снизилась до 86 долларов 72 центов за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brand в Лондоне упала на 13 центов и составила 88 долларов 33 цента за баррель. Господи, как же больно об этом говорить. Сегодня утром нефть продолжила дешеветь на фоне укрепляющегося доллара. Дополнительным депрессивным фактором стало сообщение о том, что импорт нефти в КНР в октябре оказался минимальным за 18 месяцев. В этом месяце Китай импортировал всего 16 миллионов тонн нефти против почти 23 миллионов тонн в сентябре. Не обрадовалось своим прогнозам и Международное энергетическое агентство. Оно ожидает, что в период до 2035 года мировой спрос на нефть возрастет на 18%. А в реальном выражении он достигнет планки 99 миллионов баррелей в день. Забавно. Эти данные существенно отличаются в меньшую сторону по сравнению с прогнозом ОПЕК. Напомню, что картель ожидает роста мирового спроса на нефть до 105,5 миллионов баррелей в сутки уже к 2030 году. Об этом я говорил в понедельник. Такая же ситуация и с ценами. ОПЕК ожидает их на уровне 106 долларов за баррель в 2030 году. МЭО на уровне 113 долларов к 2035 году. Спрашивается, откуда они берут эти цифры? Как они считают? Почему их прогнозы так расходятся? Ну, если вдуматься, здесь, как говорится, нет противоречий. А есть лишь банальный конфликт интересов. ОПЕК представляет интересы производителей нефти, которые склонны завышать оценку спроса. В свою очередь, МЭО ориентируется на потребителей в развитых странах запада и, как правило, занижает свой прогноз. В своем докладе МЭО пишет также, что производство сырой нефти стабилизируется к 2020 году на уровне 68-69 миллионов баррелей в сутки. И уже больше никогда не достигнет исторического пикового показателя в 70 миллионов, зафиксированного в 2006 году. Разрыв в спросе и предложении будет покрыт за счет расширенного производства газа, в том числе сжиженного. Ну что, как бы там ни было, мы все равно остаемся в выигрыше. Ведь запасов газа в нашей стране значительно больше, чем запасов нефти. А что у нас творится на мировых фондовых площадках? В Штатах вчера наблюдалось снижение котировок. Каких-либо значимых причин для падения не было. Недавно американские индексы достигли максимальных уровней за последние два года на волне хорошей корпоративной отчетности. И теперь инвесторы ожидают признаков улучшения экономической ситуации в США. Ожидают, а оно пока не спешит появляться. Еще одним источником умеренного негатива стал рост доходности американских 10-летних гособлигаций. С 2,56% до 2,65%. Очередное размещение трежери с объемом 24 миллиарда долларов прошло при пониженном спросе. Игроки понимают, если США столкнется с трудностями при продаже облигаций, это будет существенным ударом по котировкам трежерис. Впрочем, пока этого не происходит. Акции американских банков, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America потеряли порядка 3%. После того, как федеральная корпорация страхования депутатов США повысила нормы резервирования. Сегодня на рынок может повлиять отчетность корпорации Cisco Systems. Кстати, пока ситуация благоприятствует, я продал акции Cisco по 24 доллара 58 центов. Также сегодня отчитаются Мессис и Пола Райф Лорен. Кроме корпоративных отчетов должны появиться важные экономические данные. Торговый баланс США за сентябрь. Первичное обращение за пособиями по безработице за неделю. Баланс федерального бюджета за октябрь. Их предварительные прогнозы позитивны для рынка. Вот только как бы ошибки не вышло с прогнозами. А пока, несмотря на падение американских индексов, они пока сохраняют растущий тренд. Однако, повторяюсь, не все так однозначно. Например, китайское рейтинговое агентство Dagon Global Credit Rating еще раз понизило государственный рейтинг США с 2А до А+. Наверное, китайцы мстят за постоянные придирки к курсу юаня. В общем, пока это звучит как курьез. Но может перерасти и в негативную тенденцию. Если к китайцам присоединятся такие гиганты, как Moody's, Standard & Poor's и Fitch Ratings. Хотя на этот счет у меня серьезные сомнения. А в моем портфеле появилась еще одна бумага. Это Alcoa. Сделку по ней я начал с продажи. Я зашартил ее по 13 долларов 99 центов. Голубые фишки. Теперь поговорим про наши голубые фишки. Газпром в этом году ожидает получить чистую прибыль от работы на внутреннем российском рынке в размере 110-127 миллиардов рублей. Об этом заявил начальник управления ценообразования концерна Василий Смирнов. Это отличный прогноз. Ведь по итогам 2009 года Газпром впервые получил прибыль от поставок газа на российский рынок. Но она составила всего 8,2 миллиарда рублей. А тут аж целых 120. Круто! Идем дальше. Совет директоров полиметалла утвердил список сотрудников, которым выпало счастье участвовать в программе бонусов. Эти счастливчики смогут купить акции компании по номинальной цене, равной, внимание, одному рублю за акцию. Список, который был предварительно одобрен комитетом по кадрам и вознаграждением Совета директоров компании, состоит из 76 сотрудников. Они получат аж 85% премиального фонда или до 25,5 миллионов обыкновенных акций полиметалла. Прямо-таки аттракционы не видны щедрости. Навального на них нету. Как это повлияет на рынок? Я думаю негативно. Ведь что будут делать счастливчики после того, как в их руки упадут халявные акции? Правильно! Поспешат их реализовывать и обращать денежки. Между тем, среднедневной оборот по акциям полиметалл на ММВБ редко превышает 100 тысяч штук. То есть 25,5 миллионов это реально ды... И это может обрушить рынок. Однако и тут есть одно но. Согласно условиям программы поощрения, ее участники смогут реализовывать экономическую выгоду только в том случае, если будущая цена на акции компании существенно превысит ее текущее значение. Согласно базовому сценарию программы, общее количество акций будет определено только 11 сентября 2013 года. До 2013 года еще очень далеко. А раньше этого времени программа поощрения, судя по всему, не заработает. Поэтому можно расслабиться. А что происходит в наших эшелонах? Вот, например, Армада опубликовала хорошую отчетность. Ее выручка по МСФО за 9 месяцев 2010 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И составила 1,8 миллиарда рублей. Наибольший рост показал сегмент IT-услуг плюс 41%. Неплохие результаты у этих программистов. Рост выручки от продажи ПО за отчетный период составил 15%. Рост бизнеса Армады в сегменте аппаратного обеспечения составил 24%. Разумеется, инвесторы позитивно воспринимали такую отчетность. Но еще больше энтузиазма вызвали прогнозы компании относительно собственного будущего. По итогам 2010 года компания ожидает роста своей выручки в диапазоне 25-28% до уровня 3,9-4 миллиарда рублей. В 2011 году выручка увеличится еще на 25-30%. При этом, согласно прогнозу, рентабельность EBITDA будет в диапазоне 10-12%. Председатель Совета директоров Армады Алексей Кузовкин прокомментировал прогноз по выручке так. В 2011 году компания планирует завершить несколько отложных сделок слияния поглощения в высокорентабельных сегментах разработки ПО и IT-услуг в перспективе 3-5 лет. Компания планирует достичь доли 3-5% российского IT-рынка. При этом, органический рост и приобретение будут преимущественно сконцентрированы в высокомаржинальных сегментах рынка, разработке программного обеспечения и IT-услугах. Добавлю, что акции Армады за 3 дня подорожали на 16%. Теперь о фондах. Сегодня я продолжу рассматривать итоги деятельности фондов за октябрь. На этот раз речь пойдет об ОФБУ. Совокупная стоимость чистых активов ОФБУ в октябре выросла на 5,5% и достигла 7,1 миллиарда рублей. При этом, совокупный чистый приток составил 153 миллиона рублей. По сравнению с ПИФами, ОФБУ показали достаточно скромную доходность. Лидером роста в октябре стал ОФБУ «Зенит Перспективный», который принес своим вкладчикам 6,1%. Фонд «Газпромбанк» агрессивный вырос на 6%. Далее ОФБУ «Зенит Доходный» и «Зенит Доходный 2», которые продемонстрировали доходность 5,7% и 5,9% соответственно. Завершает пятерку лидеров фонд «Абсолют доверия» с ростом пая на 5,1%. Напомню, что в октябре индекс РТС вырос на 5,3%, а ММВБ на 5,8%. А лидеры по доходности среди ПИФов заработали 13-14%. В завершении, как всегда, мои ответы на ваши вопросы. Отвечаю! Пишет мне некто Олег из Новосибирска. Он интересуется перспективами «Магнита». Вадим, пишет он, дайте ваш прогноз на ближайшие полгода-год. Отрастет ли эта бумага? Олег, отвечаю. Два последних года акции «Магнита» находятся в аптренде. Небольшая коррекция на днях явно недостаточно для открытия долгосрочных флангов. Краткосрочно от уровня 33,88% можно купить. Но я подожду более привлекательных цен. Следующий вопрос у нас от Ирины из Москвы. Она спрашивает, что будет происходить с акциями «Мосэнерго» в перспективе на один год. Она пишет. «Вадим, что происходит с этой бумагой? Когда она будет расти? Или стоит ее продать и сократить убытки сейчас?» Уважаемая Ирина, на графике видно, что акции «Мосэнерго» имеют стабильную поддержку в виде недельной линии тренда. Если вам непонятно, она красива с латого цвета. И пока эта линия не пробита, перспектива движения к 5,501 сохраняется. Если бы я хотел ввести эту бумагу в свой портфель, то покупал бы на текущих ценах со стопом ниже уровня 3,188. «Здравствуйте, Вадим, пишет мне Дмитрий Синицын, частный инвестор из Петербурга. Меня интересует акция «МРСКСК», которые сейчас упали. Скажите, стоит ли эту бумагу зашортить?» Я не знаю, даст ли вам ваш брокер зашортить «МРСКСК», но скажу, что лучше продавать после коррекции к уровню 201,09 с коротким стопом. Цель в этом варианте будет уровень 165,94. Мне пишет частный инвестор Кирилл Филатов из Саратова. Он интересуется, как быть с акциями Сбера, которые улетели в данный момент до 103 рублей за акцию и непонятно, что будет происходить дальше. «Кирилл, если вы не смотрели мое шоу от 8 ноября, то посмотрите его в архиве. Там я рассматривал ситуацию по Сберу. С тех пор ничего кардинально не изменилось. «Привет, Вадим, вы супер! Такой брутальный и уверенный в себе!» Пишет мне Светлана из Рязани. «Да, спасибо за комплимент, Светлана. Вы мне льстите!» «Скажите, — пишет Светлана, — можно ли сейчас приобрести бумаги КамАЗа в свой парк?» «Есть ли перспектива у этой бумаги?» Вам, конечно, после таких слов в мой адрес можно все. Но посмотрите сами, Света. Можно мне называть вас Света? Посмотрите, Света, на дневном графике с апреля месяца акции КамАЗа стоят в коридоре. На месячном, извините за грубость, флэт. Продолжается уже год. В этой связи бумаги КамАЗа лично меня не интересуют. Удачи вам, Света. И вам всем тоже удачи, уважаемые дамы и господа, любимые мои зрители. Я вас всех люблю. Что-то я расчувствовался после этого письма Светланы. Пишите мне такие же приятные письма. И мне будет приятно. А если мне будет приятно, я вам дам такие полезные советы, что вам всем тоже будет приятно. С вами был я, Вадим Субботин и мое шоу Стоп Лось на канале Гениум ТВ. Обязательно увидимся. И помните, лосям здесь не место. Пока.